вот такая не неизвестная ситуация у нас сегодня но известно что погода просто прелесть осенне летние осенне-весенние такая нежная совсем чуточку прохладная и солнечная погода у нас в лос-анджелесе что делаем как делаем допиваем второй кофе от мужа это вертолёт или драндулета там один мальчик завтракает витамин d получает другой мальчик просто витамин d получает младшая дочка вратаря прикрепляет старшая дочка листья собирает а где наш старший сын только что пришел добрый утро сказал и опять ушел поздно проснулся сегодня он игра была у него поздняя вчера тесто на хлеб сделал парень и пошел на игру я сегодня утром испекла наверное самое лучшее тесто из которых он делал очень но на вид очень хороший еще не пробовали у него завтра может быть дружеская игра ему сказали если сегодня совершенно ни разу не закашляешь пойдешь на игру первая кашель пошла ну да я я бы не послала зря сказали этот ребенок живет хоккеем что мы не так сделали временная была арнак играл очень активно за него болели и хоккей смотрели всей семьей хоккейная жизнь очень активная была когда была беременной он родился наша активная хоккейная жизнь продолжалась из с годика или с годик с половиной он уже на коньках был уже хотел играть у него очень рано это началось это до сих пор я думала немножко смягчить смягчится это любовь с возрастом но нет совсем наоборот но я как мама как родитель но не очень хочу чтобы он эту этот путь выбрал но очень и трудно и знаете о чем я не хотите лучше микрофон в руки и описывать игру как это называется комментатор комментировать описывать игру это тоже самое а это хочу чтобы он делал не хочу чтобы на льду ему зубы ломали нос ломали лицо рвали не хочу очень хороший спорт очень любим очень мужественный но для своих детей не хотим я не хочу ты хочешь кстати чтобы у него карьера хоккеиста была спасибо пусть играет развивается спортом занимается но у него очень серьезно он если не играет он берет бумагу и рисует игру как они играют как кто опокоит кто защищает это очень серьезный процесс как хорошо лежат на траве хотя искусственной на века посмотри король завтрака а сегодня утром значит делаю бастурму для англоязычного канала уже дошли до того под пресс мясо нужно золотое мясо помните столько полна сына говорила расскажу быстро то что осталось от мяса от кусочков положила в гараж в кастрюлю в гараже чтоб сварилась как много самолет сегодня а положила и приселась к стисьме к телевизору и забыла так сгорело это мясо этот запах горелого мяса не хотите а это так а сегодня утром проснулись под пресс вчера сына сказала давай во двор холодновато было вечером а в холодильник под таким большим прессом некуда поставить мясо положили во дворе утром проснулись почти меньше половины одного куска и немножко с другого куска кто-то съел какое-то животное не знаю я их кормлю не знаю кого кормлю но когда у нас мясо разное что-то остается в специальной тарелочке или блюде кладу место есть для них потом утром просыпаемся кто-то сел я счастлива главное чтоб знать это не белка а сегодня наверное ничего им не угостило они решили что хотят золотое мясо кушать но интересно что не рассердилась не расстроилась смеялись все вместе почему-то смешно было какие наглые до кормишь кормишь потом они думают а где наш корм приходят туда это у дома положили у дверей а потом дела отрезала хорошенько и сейчас сюда положили под дантелями посмотрим сюда придут или нет вряд ли надеюсь хочу надо крышки открыть смотрите а кауз мескат рентах а сам хлеб хотел еще горячего такие легкие с таким пузырьками очень хороший хлеб получился это повешен он не надо крышки открыть кауз мескат рентах а сейчас еще два осталось остальное арка пиццу заказал говорит мам пиццу хочу как бы съел какое-то видео смотрели как бы съел твою пиццу несколько колобков сохранила здесь испеку печку не будем зажигать окей это печка это духовка то есть старинная но она так хорошо держится и газовая работает так что этой печкой очень с удовольствием этот момент момент очень люблю пользуемся какой хороший то что в заднем плане печется быстро печется то что в переднем немножко влезный так что меняем местами 16 минут 450 это двести тридцать хотя они че зум окей выходим а ты голоден уже скажи через 15 минут голоден рыба есть вчера готовила лосось на скорую руку ветчина или свинина филе филе свинины готовила на скорую не низкая не на скорую это приготовила мариновала мясо что еще есть для тебя сыр и есть мыра есть все есть здесь уберу сегодня хочу еще для кулинарного а сердце спам но и сосели а так внимательно смотрела для кулинарного хочу показать два варианта как можно приготовить свинину или ветчину или это не ветчина по моему на вкус на ветчину не был похож это приготовили уже по ходу посмотрю вчера на англоязычном канале готовила мягкую грудку сочную грудку тоже есть для тебя аромат янки только выбирай это готовила ли еще салат с нутом и с черносливом очень вкусно кусочек мяса ли летела не доела но такой вкусный салат получился очень простой видео посмотрите в ссылках оставлю не надо рецепта это безрецепт не что-то а курочка может быть здесь надо приготовить очень вкусно и мягко получается так накрою на стол все-таки масло принесу тыкву достала у меня тыква на завтрак посмотрим что будет дальше спросила сейчас хочешь пиццу или вечеру говорит нет я сейчас хочу и очень он считает дни к своему дню рождения сколько осталось а мы еще не планируем что будем делать то планируем выйти то планируем елку поставить то планируем шашлык сделать елку не поставить потому что не что-то не складывается посмотрим на погоду если погода хорошая куда-нибудь выйдем если не очень хорошая дома самое лучшее место в ресторанах они не кушают то есть знаете что кушать лучше голодные останутся чем ресторанную еду дома всегда хорошо особенно в холодную погоду что-нибудь сделаем не знаю всегда так импровайз делаем а качан батиска хацка пицца и суты люк здесь пицца на лирик у нас только хлеба есть говорю но сейчас вот это такой культурный мальчик окей поэтому принесу эти самые корж коржи и сделаю пиццу приготовим быстрый ланч сделаем у меня сюрпризная посылка то есть ящик сюрприз не знаю что там крейтен баррел в прошлом году не в прошлом году начале года из крейтен баррел заказывала что-то всегда поздно посылали помню несколько вещей у них не было я написала раз уж не писали но опаздывает опаздывает через месяц через месяц через месяц я написала не хочу больше я уже купила хотя не купила ничего такого важного не было и наверное один из этих то что я уже надежду потеряла и написала больше не хочу не присылайте наверное одну из этих что-то приехала так что будет сюрприз держитесь надеюсь что-то хорошее что-то нужное надеюсь чайник чайник покупала у них не было этого чайника сказали нету 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 а к этому написала я уже чайник купила и помните плохой чайник купила серый даже не работает уже но такой красивый был серый серамик чайник был я даже не пробовал на беру вкусный нужно поддерживать а как она была вверх и риатик дегустатор сказал что вкусно юбан ханен а субатес я субатес субатес мы надзук чай с рыбой напишет хотела с этим с рыбой есть хорк ему не понравился потому что тамарный слой ему не понравился томаты чай манья санка апухти песка барнатс нам другую другой сделаю верхний слой понравится а окей значит а пицца ляузом пицца ляузом это тоже на хотел пиццу моим детям с утра до вечера пиццу да и они будут счастливы так окей будем давать пиццу детям подпишись вот она просто пицца делу горш например у него новый джерзи топган оооо talk to me goos так как будто на русском у него twitter 94 94? Да. Окей. Ничего, 94? Я играл два года 47, поэтому 47 плюс 47. О, он был AK-47, Арнак 47, но два года, говорит, играл под номером 47, уже не играл под 47, и новый номер выбрал 47 плюс 47. Молодец. У них всегда, а почему ARK-9 забыла, они придумывают какие-то причины? Это дни рождения нашей семьи, дни рождения, о, приумножили дни рождения наших семейных членов, членов семьи. Окей. А, мой 98. Мой 98. Арнак 94, это 98. Посмотрим. А вы какой номер или нет у него все? Он хочет 13. 13. Датсука игрок есть, очень любит этого игрока. даже не знаю. Датсука очень любит и хочет 13. Я хочу 13. Не хочу 13. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, Датсука. О, говорит, почему хочешь 13-й игрок. О, говорит, почему хочешь 13-й игрок? У нас есть любимый соус, прегу, который не принадлежит, говорят, к пицце. Ну, если бы вы знали, как это вкусно. Свежая моцарелла есть. Выстраивая пицца для наших хозяев. Угу. 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 Уга. Значит, если бы не сказали бы, он узнал бы от своих друзей, что мы играли в воскресенье. Лучше сказать и не повезти Арам, чем не сказать и повезти. Чем не сказать? Посмотрим. Окей. Собрались сейчас. Или у сестер собираются? Ну, главу. Телевизор включил. Хоккей идет. На душе у детей спокойно. Хоккей играет. Сейчас пицца сгорит. Ой, не смотрите. Жар-то стало. Свершая мацарелла очень хорошо получается, когда в печке сразу втог разгорается. Гайз, пицца патраста. Устик, пушу. Хоккей. Хоккей. 2 минуты. Через 2 минуты пусть собираются. Хорошо пахнет. Давно не пекла. Последний раз в печке пекли. Даже не помню когда. Когда это было? По печке соскучились. Но вечеров так холодно бывает. Для меня холодно. Мои дети иногда говорят вчера. Мам, ты как будто не в Армении родилась. Когда я маленькая была и моложе. Мне 25 было, когда переехала. Я сильная. Да, аниме у меня не было. Хотя я сейчас очень даже хорошо чувствую, как уже начала более активно мясо кушать. Как дочка перестала быть вегетарианцем. Вегетарианкой. Мы озверели. Как дочеки, ребята? Плакер? Айо? Угу. Это пицца с деткой. Здесь, видите, всегда так тонко делаю, но неправильно сформировала голобок. И где тут дырка получилась? Куда резать? Откуда не хочу. Вот сюда положим. Вкусно. Сделаю. Сейчас Арнак приедет. Он. Вчера подумали, Бека на занятия, на тренировку поведем. Но подумали, не надо рисковать. Все-таки у ребенка была температура. Туда-сюда не захотели. Пусть хорошенько выздоравливает. На всякий случай, может быть, какой-то вирус напустили. Пусть останется дома. Сказал, раз уж его на тренировку, по дороге какой-то сюрприз сделаю. На обратной дороге, куда-то его поведу. Но сегодня решили, что он никуда не едет. И Арнак говорит, я уже обещал, что сюрприз будет. Этот мальчик ждет. Он всегда ждет свои сюрпризы. Сейчас, поскольку по дороге никуда не поехали, он пошел за сюрпризом. Как говорится, если Мухаммед не идет к горе, гора идет к Мухаммеду. Сейчас пошел за горой. Так, Аминджан, садимся, наслаждаемся, не стесняемся. Если к Мухаммеду, то я не ем этот хлеб. Какая у меня совесть и стыль. По утрам хлеб не ем. С чем-то скажем. К полудню. На обед или на ужин ем. Понюхаем. Горбушка там, Амус? Нет. Нет. Нет? Но горбушка? Нет. Аминджан, не хотят скомки на стес. Абек, айудан? Порцар? Нет. Закончил и ушел. А ты не хлеб, если спрашиваете? Не потерпела такой хороший, пригоревший кусок. Как можно это оставить? Если вы были на моем месте. Правильно. И рыбку можно сверху. Ок. И разложить ее, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Вот такие дела О лосось какой вкусный получился Рука не достаю? До сердечек Не достается Ну, не успеваю сердечки ставить Из-за чего извиняюсь Кора-нам Чтоб я ослепла На армянском когда ребенок чихает или кашлят, или вдруг болеет. Интуитивно на кашель или на вздох ребенка мать говорит, чтобы я ослепла не видела из этой семьи. Ну, естественно, не желаем себе такое, но такие мазохистки эти мамы. Действительно. Еще одно выражение есть. Это как, чтобы я умерла. Зачем так? Чтобы я ослепла, чтобы я умерла. Нужно эти выражения снять. Давайте проголосим, дорогие женщины, армянки. Не хотим ни ослепнуть, ни умереть. Мэрнэм Джанет, это совершенно, если перевести, очень плохо звучит. Джанет, это тело, чтобы я умерла на твоем теле. Нет, это нехорошо. Это просто некоторые выражения нужно удалить. Все. Я удаляю. Больше не буду говорить так. Только что перевела и поняла, что что-то не хотим. Ослепность тоже не хотим. Есть ли на русском такие выражения? Пожалуйста, поддержите. Поддержите, то есть. Это хочу по комментариям быстро пройтись, но это я вечером, наверное, с чаем пройдусь. Сейчас чай в постели пью. Утром кофе в постель, вечером чай в постель. Но утром в постели не пью кофе. Это если с мужем куда-то едем, я рано просыпаюсь, скажем, себе кофе ставлю и в постель и пью. Это очень редко такое бывает, кофе в постель. Недавно был. Так довольна, чтобы не сглазить. А чай действительно такая уставшая бываю. Вместо того, чтобы там сидеть и пить, беру сразу себе в постель, аккуратно отдыхаю, чай пью. Да. Чтоб не ослепла. Так что пройдусь. Извиняюсь, если не успеваю сердечко, но всегда с вами. Вот так быстро прохожусь. Читаю, прохожусь одной рукой. Потом говорю, окей, сяду аккуратно, посердечкою. Окей, сейчас аккуратно пьем кофе, но быстро. Ускорение. Уже нашла, для чего употребить нашу форму. Сравнение, я хочу узнать, как этого зовут. Это ил. Ил? Угу. Ил, как сад. А? Не думаю, что это ил. Ил, как по-русски. Знала. Знала. Подождите. Где мой помощник? Ил, как по-русски. Ил? В русском ил из ты. Нет, не ты. Электрический ил. В русском. В русском ил. Электрический ил из... Уголь. Электрический угорь. Но это не электрический. А, как это вы звали? В общем, Арнак купил Илью. Ильича. Этот маленький был. Но если оставить в горячей воде, в натуральные, настоящие размеры вернуться к нему. Вряд ли это случится, но дети очень ждут. В горячей воде. Люсин уже с утра пытается. Айка, сраануна инчатрес. Он у нас все знает. Да, ждем пока наша рыбка вырастет. Так что проверяем время от времени. А здесь уже заждались мясо для Астурмы на англоязычном канале. Уже хорошенько под пресс оставили. Это из пресса убираю. Курочку под пресс ставлю. Говядина, не говядина. Свинину в духовку посылаю. Что еще сегодня планирую? Если успеем, устроим вкусную, сладкую дегустацию семейную. Если успеем. Люблю, когда день продуктивный бывает. Если не продуктивный, я такая недовольная бываю. И в основном очень довольная бываю, но слишком усталая. В чем и есть все прелесть. Люблю усталость. К концу дня от работы. А усталость от ничего делания не люблю. Да, такие дела. Арам Чан, знаешь, что я хочу тебя попросить? Маленький презент для меня. Пока я там что-то закончу, чашку на двоих сделай, без камеры. Организуем маленькую пятиминутку. Хочу с ним поговорить наедине. Шучу. Уже сегодня хорошо наедине поговорили. Пальцы накрасила. Хочу, чтобы они наконец-то первый раз до конца досушились, пока я начну мою эту самую работу вечернюю. Так. Такое тоже бывает. Уже надеюсь, что и в этот раз мне повезет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...